Перевел и озвучил Андрей Бочаров. Я Джон Оливер с обзором событий прошлой недели и мы начинаем с России, будущего дома для 45 миллионов украинцев. В пятницу оттуда пришли ужасные новости. Мы следим за новостями из Москвы, где был убит российский оппозиционный лидер Борис Немцов. 55-летний политик был застрелен за два дня до большого марша против российского президента Владимира Путина. Выглядит как шокирующее совпадение. Ну, если вы совсем ничего не знаете о России. Немцов это крайне из череды противников Путина, мистическим образом оказавшихся в тюрьме или мертвыми. Всего лишь пару недель назад Немцова спросили в интервью, не боится ли он, что его убьет Путин. И он ответил, да, немного. А в конце беседы журналист пожелал ему, надеюсь, здравый смысл возобладает и Путин вас не убьет. Звучит успокаивающе, но на самом деле фраза «надеюсь, Путин не убьет тебя» — это у русских вместо «до свидания». Спасибо за ужин, Дмитрий. Надеюсь, Путин тебя не убьет. Спасибо. И тебе желаю, чтобы Путин тебя не убил. Очевидно, мы пока не знаем, кто убивал, пока расследование не закончено. Но только тут есть одна маленькая проблемка. Этим же вечером Владимир Путин заявил, что ставит расследование под свой персональный контроль. Да, для детектива Путина это будет величайшая загадка. После дела об исчезновении полуострова Крым. Но давайте пока не будем обвинять Путина, потому что предварительное расследование показало, что он тут определенно ни при чем. Президент Владимир Путин назвал это заказным убийством. Он приказал начать расследование и заявил, что все признаки указывают на убийство по заказу. Изображает русский акцент. Да, я найду тех, кто совершил это убийство и заплачу все, что им должен. Да, я так прямо и сделаю. Да. Перевел и озвучил Андрей Бочаров. Все премьеры переводов на моем аккаунте в Фейсбуке. Подписывайся.